Аквафаба, вязкая жидкость, которая образуется во время варки бобовых нут, горох, фасоль, в кулинарии используется как растительная замена яичных белков. В этом рецепте я расскажу, как приготовить глазурь из аквафабы, она подходит для украшения пасхальных куличей, кексов и печенья, удобнее всего работать с готовой аквафабой от консервированных бобов, лучше всего работает консервированный нут, не рекомендую использовать зеленый горошек, он плохо взбивается, в составе не должно быть лишних добавок, максимум соль, ее вкус перебьется с сахаром, если вы хотите белую глазурь, то берите только белую фасоль, в красной есть некрасивый осадок. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты. Слейте жидкость из банки, для приготовления глазури потребуется 40 грамм аквафабы. Взбейте миксером на высокой скорости аквафабу в легкую воздушную пенку, взбивать необходимо полностью, чтобы под пеной не оставалось жидкости. Продолжайте взбивать, постепенно подсыпая сахарную пудру, жидкость станет плотнее и гуще. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. В конце добавьте крахмал, взбейте до однородной консистенции, глазурь должна получиться плотной, не слишком текучей. Нанесите глазурь на кексы тонким слоем, сверху можно присыпать любым таппингом, оставьте высыхать на 3-4 часа. Глазури из аквафабы готова. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь, о составе нашего блюда. Сахарная пудра, 160 грамм, консервированная фасоль нут, 1 банка, крахмал, 20 грамм, количество порций, 6-8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok